Зал помогает очень прекрасно. Ну вот, дорогие россияне, вам комплимент от Ирины Ресензона. А сейчас свое упражнение покажет Симона Печева из Болгарии. Первый номер сборной команды Болгарии. Болгарские зрители очень любят Симону. Она всегда очень эмоциональна. И, скажем так, что у нее всегда есть какие-то изюминки в упражнении. Это такая болгарская Алина Кабаева. И так же, как Алина Кабаева, она очень предана художественной гимнастике. 21 год этой гимнастки. И, являясь практически единственной сильнейшей гимнасткой в сборной Болгарии, она, конечно, из чувства долга несет на себе эту ответственность. Хотя эта ответственность весьма тяжелая, потому что Симона Печева прошла и через тяжелую травму, и неприятный момент дисквалификации. До сих пор эта девушка не может принимать никакие медицинские препараты, потому что пробу на контроль может быть в любой момент, даже дома. На этом турнире у нее болела нога, но тренер не рискнула ей давать более утоляющие. Вот такая стремительная Симона Печева под музыку азербайджанского, или точнее армянского композитора Ары Геваркян. Мы увидим интервью этой девушке. Я не знаю болгарского, конечно, но мне переводила ее слова. Мариета Дукова ее тренер, так что сейчас послушайте на болгарском, а вслед за этим русский перевод. Оценка Симоны Печевой 17,05 балла. Очень симпатичный болгарский, симпатичная Симона. Говорила она о том, что ей очень нравятся костюмы российских гимнасток, и особенно их сложные упражнения. А на площадке Дельфин Лиду, французская гимнастка. Надо сказать, что во Франции было много интересных, очень ярких по эмоциональному преподнесению упражнений гимнасток, но перед началом прошлого сезона французская федерация решила оставить в индивидуальной программе только Дельфин, а все остальные гимнастки перешли в разряд групповых упражнений. Да, с времен Эва Серано, которая участвовала в олимпиадах и была очень колоритной, сильных гимнасток в сборной Франции не наблюдалось, к сожалению. Ну, вот эта гимнастка, она очень... У нее достаточно узнаваемые четкие трудности. С французской сборной работает хореограф Людмил. По национальности он болгарин, но очень давно живет и работает во Франции в художественной гимнастике. Он большой почитатель хореографии российской, и вот мы это видим. Что касается поворотов, что касается грамотного исполнения, это все налицо. Хорошо, уверенно Дельфин сделал свое упражнение. Довольный. Оценка Дельфин Леду, немного опережая события, я вам скажу, что она составляет 15,325 балла. Сложный поворот. Ну, вообще она была очень убедительна, на мой взгляд. Да. Уверена в себя. Увереннее. Для первого старта очень хорошо. Увереннее, чем в прошлом году. Итак, ввели последнее упражнение в исполнении Лайза Ванг. Я знаю, что вы знакомы с этой гимнасткой, Наташа. Немножко расскажите о ней. Ну, это очень трудолюбивый, очень умный человек. Она является студенткой Гарварда. И, казалось бы, перед ней такие совершенно другие перспективы. Но она с удовольствием тренируется, с удовольствием совершенствуется. Ну, и хочет быть участницей Олимпиады. Еще одна замечательная гимнастка есть в США. Но она пока уступает Лайзе. Несмотря на то, что в этой американке течет азиатская кровь, она, конечно, не может быть сравнима, скажем, с представительницами истинно-восточной школы, скажем, японской или китайской, нет вот этой вкратчевой пластики. Она более такая четкая. Вы знаете, это разные упражнения. Она по-разному их исполняет. Просто в данном случае у нее европейская музыка. Мы слышим Вивальди. Поэтому и такой стиль исполнения. Лайза Ванг закончила выступление с лентой. Довольна. Хотя допустила некоторые ошибки, но в целом... Вот спиральки, в том количестве, в котором они должны быть по правилам. И оценка Лайза Ванг. 14,425 балла. Наш репортаж о соревнованиях на Кубок чемпионок. Близок к завершению. Вы видите итоговую таблицу. Видите, что третий результат у Ольги Капрановой. Но по правилам соревнований только две участницы имеют право занять места на пьедестале. И поэтому третье место заняла Гараева Алия. А я замечу, что это оценка по сумме за четыре упражнения. И также замечу, что многоборье, которое мы с вами видели, хоть и является олимпийским видом художественной гимнастики, но в данном случае оно лишь прелюдия и отбор к соревнованиям в гран-при отдельных видах, где выступят сильнейшие гимнастки в упражнениях со скакалкой, обручем, булавами и лентой. И вы, уважаемые телезрители, очень скоро увидите, кто они. А с вами были...